Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней лекции — русские сезоны Сергея Дягилева. Русскими сезонами назывались гастроли русской труппы оперы и балета под руководством Сергея Дягилева. Эти гастроли проходили сначала в Париже, потом в Лондоне, во многих городах Европы, в Монте-Карло, впоследствии в США и в Латинской Америке. Вот перед нами портрет Сергея Павловича Дягилева. Гастроли проходили с 1908 по 1929 год и пользовались большим успехом. Настолько большим, что парижане решили назвать улицу, рядом с которой находится театр Парижской оперы, именем Сергея Дягилева. Над оперными и балетными постановками под руководством Дягилева работали композиторы, художники, музыканты, певцы и танцоры. Композиторы сочиняли музыку. Художники работали над созданием костюмов, декораций и афиш. Перед нами самая знаменитая афиша, изображающая балерину Анну Павлову. Музыканты, певцы и танцоры исполняли свои партии. И такая совместная работа мастеров называется синтез искусств. Русские сезоны повлияли на развитие мировой культуры, а именно музыки, танца и моды. Перед нами фотография художника Льва Бакста, а рядом театральная афиша, которую он создал к одному из сезонов гастролей. Художник Лев Бакст создавал костюмы к постановкам русских сезонов, а впоследствии стал знаменитым модельером 30-х годов XX века. Давайте посмотрим. Перед нами эскиз костюма к одному из спектаклей русских сезонов, который создал Лев Бакст. А рядом обложка журнала Vogue. Мотивы костюмов этих популярных спектаклей стали модной тенденцией того времени. Новые приемы хореографии показал зрителям гениальный танцор и постановщик Вацлав Нижинский. Над оперными и балетными постановками некоторое время работала знаменитая модельер Коко Шанель, которая считала себя близким другом Сергея Дягилева. Созданные Коко Шанель костюмы для балета «Голубой экспресс» можно считать началом спортивной моды. Давайте посмотрим на фотографии. Слева танцоры, одетые в костюме, которые создала эта знаменитая модельер. А рядом фотографии современных моделей спортивной одежды. Мы видим здесь много общего, не правда ли? Георгий Баланчевадзе начинал свое творчество в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Но произошедшая в России революция заставила его уехать за границу и начать работу в труппе Сергея Дягилева. В последствии Джордж Баланчин, он изменил свое труднопроизносимое для европейского уха имя, стал основателем новой балетной школы в Америке. Сегодня мы услышали о том, какое значение для мировой культуры может иметь синтез искусств. Мы увидели знаменитых художников, хореографов, танцоров и модельеров. Продолжение следует...